Стал ли Крокус Холл самым страшным сном для Путина или наоборот? И насколько ничтожными оказались российские спецслужбы перед лицом настоящих угроз уже точно наяву? Об этом и не только. Будем говорить прямо сейчас. Ирина Узлова, меня зовут. С вами Владимир Осечкин, правозащитник, а также основатель проекта «ГУЛАГУ.НЕТ». Владимир, здравствуйте. Рады вас у нас приветствовать. Здравствуйте, Ирина. И приветствую всех наших уважаемых подписчиков и зрителей. Всем доброго дня. За позицию, за ваше время спасибо вам. Дмитрий Песков, пресс-секретарь российского диктатора Владимира Путина, в понедельник 25 марта высказался о теракте в Крокусе. Цитирую. Следствие идет, говорит он. Пока еще не озвучивалась какая-то, внимание, стройная версия. Не знаю, что это имеется в виду. Речь шла только о предварительных данных, пока никакие версии, оказывается, вообще не выдвигались. Нужно дождаться, говорит Песков, информации от наших официальных силовых ведомств. Наверное, так как ждали помощи те, кто оказались заложниками в Крокус-холле от силовых ведомств реакции, так и Песков ждет, я не знаю. Стройной версии нет, Владимир. А кривая зато была. И окно на Брянщине мы слышали от Путина. И украинский след, видимо, 19 часов искал, пока молчал и не выходил с обращением. Что имеет в виду Песков под ожиданием стройной версии? И какие вы версии спустя уже три дня могли бы нам озвучить, которые разрабатывает «ГУЛАГа.нет» и видит в этом теракте? Очевидно здесь, что вот это вот заявление Пескова, они отыгрывают назад. Путин понял, что он попал в лужу, когда он зачем-то приплел, обсуждая теракт, выступая там из своего бункера. Потому что понятно, что он на какой-то глубине, шумит вентиляция, туда трудно поступает воздух. Очевидно, там глубина более 50 метров. Это не Новогорёва, это не Кремль. Он опасается, возможно, каких-то спецопераций уже против него самого, и поэтому применяет повышенные меры безопасности. И вот в эти пять минут, когда он зачитывает «Суфлёра», он там зачем-то вписывает фразы по поводу нацистской Германии, возвращая людей к истории Второй мировой войны, его излюбленная тема. И, да, упоминает то самое окно в Украину, при том, что любому человеку, который хотя бы мало-мальски пытается думать, анализировать, соображать, понятно, что на сегодняшний день из-за этой ужасной войны нет сегодня места, куда бы можно было подъехать к шлагбауму и переехать спокойно из России в Украину, из Украины в Россию. Это огромная зона боевых действий, большое количество различных спецподразделений, в том числе с российской стороны, это и барьеры военной полиции, и Росгвардии, и ФСБ, и погранцы. Ну и понятно, что даже если бы они пытались натянуть сову на глобус и придумать какую-то якобы украинскую версию, и вдруг подбросили бы телефон одному из террористов, чтобы у него личный номер, не знаю, Кирилла Буданова, например, находился в кармане, а в рюкзачке килограмм сала и гривны. Ну даже если вот это вот допустить, чтобы они опустились до этого абсурда, как бы они объяснили, как та же самая Украина могла бы прорубить им окно в зоне боевых действий через все пропускные понты российских силовиков. Понятно, что все эти ребята, таджики, которых там сейчас задержали, которым предъявили обвинение, которых до этого пытали, они даже по-русски толком не разговаривают, как они могли бы проехать через все эти КПП и попасть в Украину. Очевидно, что это был абсурд, и понятно, что объективные обстоятельства, вот реальность, она опровергает ту версию, которую Владимир Путин озвучил. Сейчас они начинают отматывать в обратную сторону, плюс они находятся в диалоге, в контакте с целым рядом крупных стран, больших, сильных стран, и понятно, что сейчас без каких-либо доказательств огульно обвинять США, Европу, Украину, Запад, и пытаться этот теракт притянуть к войне против Украины им хочется, но фактически у них это не получается. И на самом деле совершен страшнейший теракт с точки зрения современной России в Москве и в московском регионе за последние более чем 10 лет никогда не совершалось чего-то подобного, что уносило жизни более 100 жителей московского региона. И для московского региона, и для России в целом это очень болезненно. И остается вопрос для экспертного сообщества. Это провал ФСБ с учетом того, что западные спецслужбы предупреждали Россию о возможном теракте и предупреждали о необходимости готовиться к нему и, возможно, его предотвратить. Либо это провал, потому что им сообщают информацию и они бездействуют. Путин приезжает 19 марта на коллегию ФСБ, где своим бывшим коллегам-сослуживцам он вместо того, чтобы сказать о необходимости принятия всех мер по недопущению терактов, он долгое время разговаривает о том, что нас таким образом провоцируют, шантажируют, что это повод ослабить нас и так далее, что нам нужно укрепляться, укреплять границы, работать по линии контрразведки и так далее. Про антитеррор там было буквально пол абзаца. Либо это провал ФСБ, и половина экспертов склоняется именно к этому выводу, и половина нашей аудитории. Но вторая половина наших экспертов и вторая половина нашей аудитории считают, что, скорее всего, это была спецоперация ФСБ, направленная на как раз, ну, фактически, да, фашизацию, или вот вчера мы с экспертами новый термин начали употреблять – вагноризация России. Потому что если проанализировать те кадры, которые выкладывали сами сотрудники российских подразделений и спецслужб в ходе поимки этих четырех таджиков, которых сейчас делают главными злодеями всего этого, они там за кадром обсуждают и говорят о том, что вообще можно одному из них отрезать голову. Предлагают прострелить ноги. Фотографии с отрезанием уха и видео, и фотографии с пытками электрическим током. Но облетели уже весь мир, и уже эксперты во многих странах обсуждают эти чудовищные пытки, которые российские силовики применяют. И ни у кого не возникает и тени сомнения по поводу всего того, что и раньше они творили на оккупированных территориях в Украине с этими зверскими методами. Это, очевидно, бесчеловечные методы. И при том, что, казалось бы, в августе 2023 года были убиты Уткин и Пригожин, и можно было считать, что с Вагнером покончено. И вот эти бесчеловечные методы с кувалдами и так далее остаются в прошлом. Но нет, на самом деле все это зло выплеснулось, оно проникло через телеграм-каналы, через Роспропаганду во многие подразделения российских спецслужб. И теперь многие спокойно проявляют садизм, снимают это на видео, не скрывая это. Они даже это выкладывают. И никто это в России массово не осуждает. Никого это не приводит в ужас. Наоборот, они подбадривают и считают, что так и нужно поступать с теми, кого они сами назначают под пытками, самыми главными террористами, и пытаются сконцентрировать все зло на них. Почему сейчас Песков взял такую паузу, отыгрывает и говорит о том, что проходит расследование? Ну, потому что они пока еще не знают, смогут ли они каким-то образом этим арестованным таджикам в их личные дела, в изъятые мобильные телефоны и так далее подкинуть хотя бы что-либо, что косвенно может указывать на причастность украинских спецслужб к этому? Очевидно, что это в их интересах, потому что Путину важно мобилизовать и радикализировать россиян, которые в большинстве своем не хотят воевать, не хотят выстраиваться в очереди военкоматы, не хотят ехать на войну. Путину нужно дальше вести боевые действия. И вот происходит этот теракт. Поэтому в любом случае для нас причастность ФСБ к этому, либо они это допустили и бездействовали умышленно, либо они даже стоят за именем Абдулла, или как его там звали, который курировал этих таджиков, нанимал и так далее. Все возможно, потому что в прошлом году мы публиковали сенсационное интервью с экс-участником ИГИЛ Буржаном Култановым, который рассказал о том, как его турецкие власти передали в руки ФСБ, депортировали и отдали в руки сотрудников ФСБ в Москве, а ФСБшники не нашли ничего лучше, как дать ему маленький срок, превратить его в своего негласного агента сначала в СИЗО Астрахани, а потом в дальнейшем уже завербовать его для работы в так называемой внешней среде, снабдить его документами на другие имя, фамилию и отчество. И сначала они его готовили для отправки в Украину, для того, чтобы он что-то совершал в Украине в интересах ФСБ. Но потом в последний момент передумали, оперативным заданием стала отправка его в Турцию для фактически проведения шпионской и диверсионной деятельности в интересах ФСБ. И мы понимаем, как они вербуют участников террористических организаций, как они их пытаются использовать в свою сторону. Поэтому здесь понятно, что мы всей картины в целом не знаем, но то, что мы знаем, указывает очевидно на след ФСБ в этом теракте. Владимир, а почему, если поговорить о той выгоде, которую Путин хотел или хочет сейчас извлечь для себя действительно мобилизацией, называется одной из целей, как он может на самом деле использовать этот теракт, а почему общество должно мобилизоваться? Почему общество, которое видело, как стояли машины МВД с собаками и не реагировали? Ну, они потом поговорят, что это же, конечно, вообще были не они, и сотрудников Министерства внутренних дел наградили, и что то с собаками были не сотрудники МВД переодеты. И почему общество, которое видело, что более часа не приезжали силовики и спецслужбы, которые в пяти минутах просто езды находились в зданиях, вот здания Крокус Холла, почему-то оно должно мобилизоваться, идти защищать Путина, а не требовать отставок, например, среди силовиков, не спрашивать, почему, несмотря на предупреждение действительно разведки, что теракты готовятся, разведок США, Великобритании, других цивилизованных стран мира, что теракты готовятся, да, пусть на начало марта, но тем не менее готовятся. Путин за три дня, вы верно вспомнили, говорит, что это просто шантаж. Почему оно должно не наоборот сыграть против Путина? Ирина, вы живете в стране, где есть демократия, где есть свобода слова, где вы можете обсуждать и думать, и за это вас СБУ и национальная полиция Украины не приедут арестовывать. А в России все по-другому. Им запретили думать. У них есть только основная версия Роспропаганды, которая может при этом меняться и разворачиваться на 180 градусов в зависимости от прихоти диктатора. А все остальное для них это шпионы, иностранные агенты, угроза тут же ареста за дискредитацию чего-то там и так далее. Это тоталитарное государство, и, конечно, на кухнях люди именно об этом и говорят. И многие пишут нам, например, в комментариях огромное количество вопросов. Там, помимо кинологов, чтобы было понятно, на территории Крокус-Сити-Холла и прилегающих торговых центров находился, между прочим, и находится до сих пор отдел внутренних дел российской полиции Павшина. Помимо этого, там через заборчик правительства Московской области с своим спецназом внутри. Чуть дальше, в 500 метрах, Московский областной суд, где тоже огромное количество конвоя, спецподразделений и спецназа, потому что туда привозят особо опасных преступников, в том числе там целые банды и разбойников. Поэтому, да, напротив, через дорогу, там база ОМОН. Огромная база и несколько тысяч бойцов и спецтехники. Почему все это целый час ехало? Почему туда не прилетели вертолеты со снайперами? Почему они дали возможность участникам теракта свободно, безнаказанно выйти с территории Крокуса, сесть в машину и поехать? Ведь они могли и в другое место поехать, они могли продолжать совершать террористические акты и в других местах. Почему их никто нигде не задерживал? Очень много вопросов, которые указывают только на одно. На то, что кому-то нужно было дать возможность им это сделать. Значит, был такой сценарий написан, чтобы они после этого всего зачем-то ехали туда, вот в сторону границы. И непонятно, кстати говоря, там окно в Украину было, а может быть в Беларусь, потому что на самом деле они ехали по трассе, и они начали сворачивать, судя по карте, где их задерживали, как раз они свернули-то в сторону Беларуси, и, видимо, там что-то пошло не так. Что вместо легенды с украинским окном могла возникнуть история с белорусским окном. И вот здесь уже дальше они их начали задерживать, и мы увидели вот все эти там изощренные пытки, которым их подвергали в лесу после задержания, и потом там в спортзале в каком-то. Отвечая вот, поэтому если коротко там подвести итог на ваш, отвечая на ваш вопрос, люди запуганы, и свободной дискуссии нет. Точно так же, как и нету уже независимых медиа в России. Поэтому там озвучивается вот эта вот примитивная, противоречивая, ничем не подтвержденная версия Роспропаганды. И то, опять же, судя по тому, что сегодня Песков озвучивает, они уже даже и от той версии озвучены, открещиваются и делают ваши органы назад. Посмотрим, что будет дальше. Если говорить о той версии, что, возможно, сценарий, если не самого теракта, а то бездействия, писался на Лубянке и ФСБшниками, то мы говорим о всей структуре, всей этой службе, или, возможно, там и внутри есть уже какое-то противодействие, борьба, борьба, которым одной части выгодно, может, и поставить было как-то Путина и режим, а другой части, наоборот, помочь ему, чтобы он использовал это потом для достижения своих таких целей. Есть две части ответа. Первый – внутренние противоречия в самой Федеральной службе безопасности. Насколько мы понимаем, существует давний такой скрытый конфликт между начальником ФСБ по Москве и Московской области. Но, чтобы было понятно, в каждой области в России есть отдельное управление ФСБ. Только в московском регионе есть вот такой вот огромный монстр управления, которое контролирует и объединяет сразу два крупнейших и самых богатых регионов России. Это Москву и Московская область. Это ФСБ по Москве и Московской области возглавляет его достаточно давно уже генерал Дорофеев. Так вот, первый заместитель директора ФСБ Сергей Королев и его ближайший сторонник, начальник службы экономической безопасности ФСБ Сергей Алпатов, они долгое время пытаются так или иначе съесть и снести Дорофеева с тем, чтобы поставить своего лояльного им человека на это место. Объясню почему. Потому что, казалось бы, с одной стороны, по иерархии есть высшее руководство в целом центрального аппарата ФСБ России, у которых есть суперполномочия на территории всей страны. Но в то же самое время нужно понимать, что все, в том числе и эти ФСБшники, и вся российская так называемая политическая и финансовая элита, они живут в Москве и в Московской области. И Кремль и Новогорёва тоже располагаются в этих двух частях одного большого региона, подконтрольного у ФСБ по Москве и Московской области. И как раз проведение ОРМ, задержания, аресты, это как раз зона ответственности генерала Дорофеева и его подчинённых. Именно поэтому Королёву, Алпатову и вот этой команде, им нужно их сожрать Дорофеева, поставить на позицию начальнику ФСБ по Москве и Московской области своего человека, с тем, чтобы уже была полностью вся Россия под контролем, и под контролем именно этой группы была такая монополия на контроль всех финансов и всей политики в России. Потому что кто контролирует сегодня ФСБ, тот контролирует Россию. И вот эта вот битва бульдогов под ковром, она происходит достаточно давно. Плюс ко всему, ещё раз, я подчеркну, что внутри силового блока в России очень многие в целом недовольны не только Владимиром Путиным, а недовольны и его ближайшим окружением. И российские силовики, которые контролируют большую часть всей России, политические, там у них есть огромный компромат на членов Совета Федерации, Госдумы, администрации президента, прокуратур, судов и так далее, они хотят передела, они хотят, чтобы в их пользу были перераспределены очень серьёзные природные ресурсы, финансовые, капитал и так далее. А большая часть этого принадлежит путинским олигархам, с которыми он вместе переехал из Питера в Москву, и с кем они вместе прихватизировали экономику России. Поэтому, в принципе, мы видим, что есть предпосылки к транзиту власти, и я допускаю, что если случится ещё один или два теракта, я ещё раз не хочу этого, не оправдываю это, не надеюсь, что это случится. Наоборот, я вижу, что есть большие риски того, что это не последний теракт в этом году. И, судя по всему, если вот эти теракты произойдут, тогда будет очевидно, что ФСБ готовит Россию к транзиту власти, и ФСБ играет на ослабление Путина, потому что очевидно, что Путин пришёл именно на волне борьбы с терроризмом, защитой России и россиян от террористической угрозы. Он у них забрал огромное количество гражданских прав и так далее, сконцентрировав власть и финансы в своих руках, обещая им некую стабильность. И вот мы видим, что на 25-м году правления диктатора нет никакой стабильности, и даже в Москве, в московском регионе ни он, ни его спецслужбы не могут защитить россиян. Вполне возможно, что речь идёт об ослаблении, потому что если произойдёт ещё что-то подобное, это будет такой фактически чёрный лебедь и крах политической карьеры Путина. А дальше уже, что с ним может физически произойти, но остаётся только догадываться. Да, Путину не чушь, конечно, терроризм. За 24 года его правления он унёс более 1300 жизней, и все мы помним, и Рязанский Сахар, и Беслан, и Нур-Тосте, и вот эти все, все, что окутывает его кровавый террористический режим. То есть мы можем... Есть два, две тоже оценки наших экспертов. Владимир Чайз говорит, что и фактически ИГИЛ объявил России войну, и теракты действительно продолжатся, и ИГИЛ утопит Россию в крови. А другая часть говорит, что вот такая будет коллаборация ИГИЛ, ФСБ, и, возможно, действительно для подрыва будут они взаимодействовать. Как вы полагаете, что ближе к реальности? Если это ИГИЛ, почему он самостоятельно, когда игрок в этом ужасных террористических действиях, он почему тогда сейчас активизировался, почему именно сейчас, и зачем в дальнейшем ему будут выгодны эти теракты? А если это вот такое будет взаимодействие, то кажется, что для Путина конец неизбежен. Ну, здесь, во-первых, да, некоторые, я видел, говорили о том, что для ИГИЛ Россия может быть самой последней целью в этой цепочке и так далее. Здесь сразу хочу сказать, что Россия воевала с ИГИЛ в Сирии, и огромное количество было боестолкновений, ЧВК Вагнера, Минобороны принимало в этом участие на протяжении долгого количества времени. Российские подразделения совместно с ЧВК Вагнер даже создавали группу охотники за ИГИЛ, которые действительно там занимались уничтожением ИГИЛовцев в Сирии и на Ближнем Востоке. И поэтому, конечно же, для ИГИЛ российские спецслужбы, Минобороны, войска, в целом Россия, конечно же, это тоже один из очевидных объектов. А что касается вот этой взаимодействия ФСБ и ИГИЛ, есть такое выражение, если ты начинаешь всматриваться в бездну, то через какое-то время бездна начинает всматриваться в тебя. Вот здесь ФСБ на протяжении долгого количества времени пыталась одним из методов противодействия ИГИЛ пыталась туда внедрять и отправлять своих агентов. Так вот, нужно понимать, что в этой истории взаимоотношений агентов и кураторов все очень условно. Куратору кажется, что он контролирует ситуацию, но существуют опытные агенты, которых они отправляют, которых они подолгу вербуют, которые изучают, как работает сама ФСБ, которые в результате взаимодействия с кураторами, вот как, например, Буржан Култанов, собирают на самих кураторов достаточно большой компромат, и как они им денежные средства перечисляют и записывают их аудио, видео, встречи, переговоры и так далее. И, соответственно, получается, что отправляя в ИГИЛ агентов ФСБ, в то же самое время существует практика двойных агентов, тройных агентов. В какой-то момент куратор может потерять личный контакт с агентом, где-то может там нахамить и надавить на него, а где-то, может быть, и у агента поменяется точка зрения, либо он изначально, становясь агентом, был в душе не человеком, который хотел помогать ФСБ, а который просто хотел от них получить какие-то бенефиты в виде денежных средств, документов на другое имя, возможности покинуть Россию, а потом развернуться. И очевидно, что ФСБ, отправляя агентов в ИГИЛ, на самом деле отправило достаточно большое количество туда людей, которые имеют на ФСБ и компромат, и контакты, и так далее. И точно так же и в ИГИЛ происходит определенная оперативная работа по установлению некого контакта с сотрудниками ФСБ, и дальше уже, еще раз, скорее всего, наверное, через какое-то количество времени мы узнаем детали и подробности, шокирующие, но очевидно, что там есть определенное взаимодействие. И кто кого контролирует, кто кому вбрасывает какую-то информацию, кто кого использует, действительно большой вопрос. А что касается самих террористов и того, как все это стало возможным, еще раз подчеркну, очевидно, что какие-то спецподразделения в России, кто получали информацию и от западных разведок, и агентурные донесения из ИГИЛ, тоже понимали, что подобное происходит. Почему они не передавали эту информацию в ФСБ по Москве и Московской области? Почему те бездействовали? Кто все это допустил? Кто помог вооружиться вот этим вот арестованным по обвинению в терроризме? Кто их снабдил оружием? Кто их курировал через телеграмм под неким там каким-то восточным именем, ссылаясь там на Мулу и так далее? Большой вопрос. Я не удивлюсь, если со временем будет раскрыто, что на самом деле их курировали как раз сотрудники одного из подразделений российской спецслужбы, пытаясь как раз создать условия для совершения подобного, с тем, чтобы потом дальше Путину и силовикам было проще принимать какие-то радикальные решения по очередным оборотам по завинчиванию гаек, по расширению полномочий силовиков и еще большему сужению пространства для прав граждан России. Владимир, как раз о вариантах наказания за преступление и хотела продолжить с вами нашу беседу. Эксперт по вопросам российской безопасности Марго Лиоти в статье для издания The Times рассуждает, какие теперь могут быть действия Путина. Говорит, вероятно, первой реакцией будет расправа с подозреваемыми боевиками из Центральной Азии, с их сторонниками. Если верить прошлому опыту, то это будет жесткая, неразборчивая реакция, но в свою очередь это тоже может вызвать какие-то определенные такие жестокие репрессии, определенные движения. Мало того, что многие могут уехать, так может как-то тоже и противодействовать. Возможно, будут какие-то публичные порки. Как вы видите здесь, надо же что-то будет показать, не только наградить представителей МВД с собачками. Восток дело тонкое. Путин это прекрасно понимает. Можно поджечь так, что потом уже не потушат ни он, ни все МЧС и ФСБшники вместе взятые. Они боятся трогать эту тему, и именно поэтому они повторяют всяческие приторики, что у террористов нет национальности, пытаясь представить, что вот эти вот четверо, они как будто бы с луны свалились, при том, что один из них точно прилетел из Турции, про который я уже упоминал, куда сами ФСБшники отправляли целый ряд агентов своих, бывших участников террористической организации ИГИЛ. Я думаю, что по национальному признаку или по религиозному признаку они не будут каким-то образом объявлять какие-то широкие кампании, потому что если они пойдут в сторону начала преследования мусульман, очевидно, что тот же Рамзан Кадыров тут же из лояльного превратится в оппозиционного политика и деятеля и так далее. Здесь скорее будет история, смотреть в корень надо, в результате посмотрим, что произойдет. По нашим оценкам, по нашим прогнозам, произойдет определенная перестановка, расстановка сил, влияния в силовом блоке, произойдет ряд отставок в самое ближайшее время, проекты указов Путина уже отнесли на стол, и будет понятно, какая из группировок одержала вверх, какая проиграла. Ну и потом не надо забывать еще и про финансы. Нынешний вот это ЧП, это страшное ЧП, это теракт, безусловно, российская силовая элита попытается использовать для того, чтобы перераспределить активы, потому что на самом деле все уже давно подельно переделено. Ковальчуки контролируют одну часть экономики, Ротенберги другую, Миллер и Сечин третью, четвертую, а генералитету силовикам, особенно которые на этой войне нынешние набрали очки перед Путиным, им хочется обналичить свой военный капитал, получить что-то для кормления. Но что может быть лучше для проживающих генералов в московском регионе, чем лакомые кусочки девелопера Агаларова, который выстроил на МКАДе и за МКАДом достаточно большое количество очень серьезных, такого премиального бренда объектов, которые каждый день приносят деньги и которые сопоставимы империей Агаларова, сопоставимы с какой-то нефтяной компанией. Только это торговые центры, которые располагаются на главной дорожной артерии России, на МКАДе, московской кольцевой автодороге. И, конечно, там это все, речь идет о миллиардах и миллиардах долларов и евро. И буквально вот вчера вечером мы проводились с экспертами стрима, я сказал, озвучил информацию от одного из наших источников, что в силовом блоке рассматривается вариант такого наезда на Агаларова и под этим видом вот этого теракта либо отъем активов, либо активное такое вхождение силовиков вдоль Агаларова с тем, чтобы он там поделился и так далее. И буквально с утра уже сегодня новость, что ряд торговых центров, принадлежащих группе компаний Агаларова, приостанавливают свою работу и сами не знают, в какой момент они откроются. То есть сейчас уже к Агаларову приехали с проверками с утра и сотрудники прокуратуры, и МЧС, и других ведомств, которые начинают их проверять по поводу того, что вот у них на территории Крокус-Сити-Холла неправильно была организована безопасность, противопожарная, ну и так далее, и так далее, и так далее. Почему, кстати говоря, и теракт был совершен на территории недвижимости Агаларова? Если допускать, что это такая спецоперация, и российские спецслужбы контролировали через кураторов террористов, очевидно, что здесь как раз идет накат и для того, чтобы сместить, снести начальников ФСБ по Москве и области Дорофеева, и для того, чтобы создать условия для последующего отъема активов Агаларова. Я думаю, что в течение какого-то короткого количества времени, там до одного года будут понятны бенефициары, кто на этом теракте в реальности заработает. В крови строится своих же сограждан? Это все очень цинично, и нужно понимать, что и Путин, и целый ряд генералов спецслужб, они не мыслят, как мы с вами, как обычные люди, для которых цена важна, жизнь каждого человека. Ну, та же самая их, так называемая, там, спецоперация, которая, суть, подлая война, которая уже унесла огромное количество жизней украинцев и россиян. Но ведь для Путина и для его генералитета это игра в солдатики. Это не война, где гибнут люди. Это какая-то такая удаленная история, где они сидят, как в компьютерной игре, смотрят, как карта увеличивается, то уменьшается их присутствие на карте, они отправляют какое-то количество активов. На этой войне не погиб ни один российский олигарх, который является бенефициаром нынешнего вот этого путинского мафиозного режима, ни кто-то из родственников Владимира Путина, высшее руководство Минобороны тоже никого из них не потеряло. Они отправляют туда тех, кого не жалко. Кадровых офицеров среднего уровня, вот этих им тоже не жалко, и, конечно, расходный материал мобилизованных и российских заключенных. Вот что для них это. Поэтому для них бросить 10-20 тысяч человеческих жизней для того, чтобы просто захватить небольшой город Бахмут, который на самом деле какой-то серьезной стратегической роли, значения не имел. Устроить бахмутскую мясорубку, чтобы показать всему миру, ужаснуть, на что способна путинская армия, ну вот они способны просто ради каких-то политических интересов отдавать, бросать в топку даже десятки тысяч жизней россиян. Я уж не говорю про украинцев, потому что они абсолютно бесчеловечно относятся к Украине, к украинцам, и они настраивают российский народ. И как раз нацизм сейчас, он процветает не в Украине, он полным цветом расцвел махровым таким в России, где вся распропаганда во всем плохом, что происходит в России и с россиянами, пытается притянуть за уши, обвинить Украину, украинцев, и допускает оскорбительные какие-то выражения. Поэтому для них, в их политических целях, с тем, чтобы наконец уже разозлить и обозлить вот это вот сытое московское, подмосковное население, чтобы там тоже проснулись какие-то провоенные настроения. Вполне допускаю, что для Путина и для его окружения они могли решиться на совершение подобного. И если это не возымеет действия, если сейчас опять Москва и Московская область каким-то образом там не озлобятся, и их не удастся в этот раз склонить к тому, что все-таки во всем виновата Украина, господин Зеленский и так далее, еще раз подчеркну, есть большой риск того, что они еще и один, и два подобных каких-то страшных теракта совершат с тем, чтобы радикализировать и мобилизовать россиян. У них с этим проблема. Им тяжело отправлять людей на войну, а там Путину очень хочется достичь каких-то серьезных, больших стратегических успехов с тем, чтобы в учебниках истории он вошел там как за воеватель земель и так далее. Он же маньяк абсолютно, он же не думает на самом деле о людях по обе стороны границы, и он не думает о том, чтобы какое-то благо принести или России, или там Украине. Он думает сейчас о том, как войти в учебники истории, чтобы про него было написано как можно больше абзацев, чтобы он в истории сравнялся с такими величинами, как Петр I, Александр Невский, Наполеон и так далее. Он абсолютно больной человек в этом плане. Поэтому, да, это ужасно, это сложно осознать, но для него 130, или 150, или там даже 200 жизней россиян, это ровным счетом ничего. Да, и 400 тысяч плюс положенных на Украинско-российском фронте, тем более, ну и мы же с вами знаем, Владимир, как говорил Лавров, что советуется Путин с Иваном Грозным, Катериной Второй, вот так и хочет свои. Написаны им же, правда, истории учебники, он и войти. Вы призывали ваши правозащитники, Следственный комитет Российской Федерации, прокуратуру, пресечь беззаконие, произвол и пытки касательно задержанных и расследовать преступления надлежащим образом, но мы видим эти показательные пытки, видео, выложенные какие-то ножи с аукциона. Я к деталям не буду вдаваться, потому что Ютуб нас, чтобы не заблокировал, так сказать. А это зачем? Это показать что? Это как-то уже как после боя машут пытками. Так выглядит. Я вчера разговаривал с очень опытными следователями. Один из них Лев Дубинский, это следователь по освобоженным делам, который проработал, прослужил в полиции Тель-Авива. Более 30 лет. Другой это Константин, который в полиции Нью-Йорка проработал детективом и следователем больше 18 лет. Так вот, опытные следователи прямо говорят о том, что пытки не помогают, а мешают расследованию. Потому что под пытками человек скажет все, что угодно, даст фальшивые показания и заведет следствие в тупик. И правду будет невозможно установить без объективного расследования. и вот то, что российские спецслужбы вот так наглядно применяли пытки и этим даже бравировали и выкладывали это все, это говорит о том, что они хотят закрепить нынешнюю версию обвинения, обвинить во всем произошедшем арестованных вот ныне теперь четырех граждан Таджикистана, добиться от них подписания тех показаний, которые их устраивают. очевидно, что сейчас, когда произойдут совещания между руководством ФСБ и Путиным, между Путиным и, соответственно, и спецслужбами, и следователями, и прокурорами, дальше в течение там одной-двух недель они вынудят Таджиков подписать более полную версию обвинения, более полные показания, в которые они впишут то, что им важно и нужно. И прямо сейчас, это без всяких иллюзий, я уверен, что целый ряд ФСБшников пытается сейчас сделать все возможное, чтобы в материалах дела появились реальные или вымышленные, но какие-то материалы, которые будут указывать якобы на украинский след. Потому что это им нужно просто в военных целях, иначе все это тогда для них разрушается и бессмысленно. Насколько они зайдут глубоко в этой фальсификации, остается догадываться. А если мы говорим про сами пытки, то очевидно, что после публикации архива ФСБ и ФСИН, архива пыток, которые мы опубликовали в 2021 году, Путин под воздействием вот этого международного давления, когда весь мир изумился чудовищным методом работы его спецслужб, он все-таки там, чтобы с себя снять ответственность и дистанцироваться от этих пыток, он приказал поменять законодательство и перевести пытки в категорию особо тяжких преступлений. И теперь пытки в России, хотят этого силовики или не хотят, они приравниваются по особой тяжести к убийствам, к терактам и так далее. Так вот, и у всех на глазах российские силовики совершают эти самые чудовищные пытки, совершают их, снимая на видео, публикуя. Почему они на это решились? Я думаю, что если бы ФСБ и в Национальном антитеррористическом комитете действительно хотели узнать правду, тогда, конечно, сразу после задержания всех задержанных доставили бы на Лубянку в допросную, и там бы уже работали специалисты, которые бы снимали с них информацию. Уж какими методами, можно только догадываться. Но в данном случае понятно, что никакого расследования-то и не проводилось. Их поймали, их начали бить, пытать, и они, видно, озвучивают те фразы, которые им до этого, до включения телефонов на съемку, сказали. То есть, сразу изначально уже сконструировали ту версию, которую они хотели услышать. И вбросили эти видео с пытками, чтобы, с одной стороны, ужаснуть россиян и объяснить им, что они в новой реальности. Ну, действительно, 2024 год — это год такой вагноризации, фашизации России в полном объеме, когда и политических оппонентов и оппозиционеров они уже в открытую убивают, как убили 16 февраля Алексея Навального. И сейчас мы видим, как они там отрезают уши, запихивают в рот, подключают электрический ток к гениталиям. Это новая страница истории России. Ужасная, кровавая, позорная, но очевидно, что дальше, видимо, они продолжат пролистывать эти страницы. И на этом ужасы нашего городка не закончатся. Там ситуация будет развиваться, к сожалению, по крайне негативному сценарию. И предпосылки указывают на то, что на следующей странице написано «Смертная казнь». В принципе, вешать на Красной площади можно, чтобы не повадно. Я думаю, что в этом году они как раз введут в практику подобные жестокие пытки и скажут, что это наши такие методы негласные. Только не попадайтесь, не снимайте, больше не выкладывайте. Я думаю, что они сверху дают установку на возможность убийства оппозиционеров и неугодных с имитацией в дальнейшем этого под якобы суициды и под смерти по каким-то медицинским основаниям из-за сердечной недостаточности и так далее. Что касается юридического аспекта именно отменной моратории на смертную казнь, ни законы, которые может принять Государственная Дума по команде Путина, ни указы Путина не могут быть выше, чем позиция конституционного суда, который ввел мораторий на эту смертную казнь. Но, с другой стороны, Конституционный суд подконтролен Путину и точно так же, как они переписывали Конституцию и каждый раз оправдывали эти изменения тем, что это необходимо и переписывали. Вот вполне возможно, что и Конституция поменяется, и Конституционный суд пересмотрит свои позиции. То есть, это будут такие глобальные фундаментальные изменения. Вполне возможно, что это произойдет. Но даже и без вот этих фундаментальных юридических изменений Уже очевидно, что дан зеленый свет силовикам на убийство неугодных заключенных в местах лишения свободы и на пытки задержанных с тем, чтобы они озвучивали то, что нужно Путину. А дальше система хочет этого Путина или не хочет, задумывается он о том, к чему это приведет или нет. Дальше эта система, конечно же, фашизируется, вагнеризируется. И вот подобные методы, они широко распространятся. Страшные времена наступили в России и у нас нет никаких иллюзий, что в целом то, что они делают, это такая большая программа по расчеловечиванию россиян для того, чтобы превращать их в послушное стадо и в такую биомассу, которой можно набивать патроны, снаряды, передовые окопы и так далее. Вполне возможно, что эти шаги как раз они хотят привести к тому, чтобы россияне радикализировались, увидели наконец в Европе, в Америке и в Украине полноценных врагов с тем, чтобы поставить под ружье еще сотни и сотни тысяч человек. Таков у них очевидный замысел. Удастся он или нет, все-таки какое-то количество россиян сохраняет способность думать критического мышления. Большое количество россиян, и те же самые наши стримы ГУЛАГу нет, это показывает, смотрит правду и пытается найти независимые источники информации и не верит огуль на пропаганде. Идет битва зумы. Путин старается со спецслужбами оглупить россиян и превратить их в послушную и управляемую такую биомассу. Наша общая задача свободного мира, правозащитников, журналистов, этого не допустить и использовать все возможности, чтобы россиянам рассказывать правду и с тем, чтобы они в какой-то определенный момент, в том числе те, кто сейчас находится в войсках, одумались, вернулись в Россию и освободили оккупированные территории и начали наводить порядок в своей собственной стране. Может ли это произойти? Конечно же может. Точно так же, как и был военный мятеж и поход на Москву Чевакова-Агнер 23 июня прошлого года. В любой момент несколько дивизий российской армии могут развернуться и пойти обратно. Что может стать для этого триггером? Пока предполагать сложно, но шанс для этого есть. Пока армии не развернулись, а Владимир, развернулись россияне с российским паспортом, представители региона свободы России, русского добровольческого корпуса и сибирского батальона. И с 12 марта, как бы сейчас не вытесняла это с повестки информационной, но мы также стараемся напоминать об этом регулярно. Продолжаются их рейды на территорию Брянской, Белгородской области, никуда не уходят, серая зона есть. И они анонсируют, что будут и дальше освобождать Россию вот таким своим силовым тоже путем. Они осознали, что это гораздо понятнее режим, когда на танках и с кулеметами едут, чем когда с фонариками и плакатиками стоят. Там сразу никто потом не стоит уже нигде. И продолжают. Как вы видите здесь, показывает ли тоже их, в принципе, такое беспрепятственное, ну с нюансами шествия и их цели, то, что режим и здесь не может ничего сделать, так и куда. Тут Крокус Холл горит, пламеница расстреливается, а тут на границе все происходит. И видите ли вы в этом реальную угрозу, пусть не сейчас, но в перспективе для путинского режима? Я вижу не угрозу, а возможность. Возможность для российского общества фундаментальных изменений и освобождения от власти олигархов, садистов и извращенцев. Я вижу, что настроения меняются. Для меня было удивительным, например, реакция экс-офицера ГРУ Игоря Саликова, который прилетел в ГАГу давать показания. Он горячо поддержал, уверенно поддержал Легион Свобода России и РДК и заявил о том, что они делают очень важное дело. Многие люди, которые так или иначе имеют отношение к российским спецслужбам и российской армии, они поняли, то есть многие на самом деле в душе ждали каких-то надежды перемен. Оставаясь внутри системы, будучи солдатом и офицером, будучи верным присяге, в любом случае многие из них, там неоднородная история, там нельзя сказать, что вся российская армия, все российские спецслужбы, они поддерживают Владимира Путина. Выполнять приказы, да, у них такая работа, они по-другому просто не могут. Но они ждали, что, возможно, произойдут какие-то политические перемены. Но нужно просто здесь посмотреть правде в глаза. Похоронив Алексея Навального, в России похоронили любые надежды на мирный протест, на возможность мирным протестам, мирным путем добиться каких-то изменений. И у россиян в целом, и у российского силового блока больше нет никаких иллюзий. Они прекрасно понимают, что ждать в надежде, что сейчас оппозиция выйдет, и какие-то митинги превратятся стихийно в большое шествие, которое снесет Путина, и их руководители поменяются, и злодеев превратятся в каких-то нормальных людей. Все, больше надежды на это нет. Ни шариками, ни ленточками, ни хороводами вокруг Кремля изменить ситуацию невозможно. Кремль будет бросать всех за стенки в темнице и там пытать убивать. Соответственно, многие внутри силового блока, которые все-таки прекрасно понимают, кто является бенефициарами этого режима, при том, что Путин каждый раз декларирует, что Путин — это Россия, Россия — это Путин, на самом деле это неправда. Путин — это олигархи, которые прихватизировали экономику России. А Россия — это более 100 миллионов граждан России, более 100 миллионов человек, большая часть из которых бедны либо нищие, которые просто выживают. И поэтому в какой-то определенный момент вот эта вот история с РДК и с легионом «Свобода России», она может начать развиваться в геометрической прогрессии. И в какой-то определенный момент к ним могут примкнуть какие-то боевые подразделения российской армии, которые прекрасно понимают, как к ним относятся как к расходному материалу в Кремле. В какой-то момент это может произойти. В какой именно — большой вопрос. И нужно понимать, что и российские спецслужбы сейчас прорабатывают определенные диверсии, теракты и спецоперации против РДК и легиона «Свобода России» с тем, чтобы их каким-то образом дискредитировать. И я не исключу, что в какой-то определенный момент они попытаются притянуть и РДК, и легион «Свобода России» к нынешнему теракту, либо к каким-то диверсиям и терактам, которые, возможно, будут совершены, в результате которых погибнет большое количество мирного населения. Но очевидно, что для аналитиков ФСО и лично для Путина вот эти вот модели, как РДК и легион «Свобода России», когда сами россияне берут оружие в руки, они разуверились в мирный протест и с оружием в руках пытаются освободить хотя бы какую-то часть России, это та модель, которая представляет для путинского режима реальную угрозу. И они в полной мере сейчас направляют всю свою мощь и интеллектуальную, и какие-то там диверсионно-террористические какие-то моменты для того, чтобы не дать возможности количественно увеличиться этим подразделениям. Потому что в какой-то определенный момент... Ведь вспомните, когда ЧВК «Вагнер» отправился с походом на Москву. Вспомните, как ростовчане горячо приветствовали ЧВК «Вагнер», поддерживали, приносили какие-то пироги, караваи, их кормили. Водичку, цветы. Потому что в них увидели возможность перемены, возможность снести Путина и путинских олигархов. И вполне возможно, так как Пригожин там озвучивал какую-то такую народную риторику и играл там на большое количество людей, на публику. У него это удавалось. Его слушали, и в какой-то момент за ними могли пойти. Другой вопрос, что сам Пригожин в душе был не полководцем, не человеком, который способен за собой повести людей, а был в первую очередь таким коммерсантом. И в какой-то определенный момент, когда Кремль начал с ним торговаться через посредников, он просто купился и подумал, что можно это отыграть. Ему дадут боеприпасы, ЧВК «Вагнер» вернут на фронт. Их усилят, им дадут еще больше денег и людских ресурсов. Он на это купился как коммерсант, его успокоили, у них забрали тяжелое вооружение, ну а потом, собственно говоря, его и убили с тем, чтобы показать и так далее. Поэтому в какой-то определенный момент, да, когда появятся какие-то яркие личности, пассионарии, которые будут озвучивать понятные для народа цели, и в какой-то момент, когда эта сила действительно станет такой силой с вооружением и с какими-то успехами, в какой-то момент, конечно, большое количество людей будет переходить на их сторону, если эта сила будет озвучивать то, что защищает интересы народа и соответствует их ожиданиям. Люди устали жить во власти олигархов. Это факт. И предреволюционные настроения в России сейчас существуют от границ с Украиной до Дальнего Востока, границ с Японией. В какой момент в эту бочку с бензином будет брошено несколько спичек, и как это может быть разыграно? Большой вопрос. Но еще раз, история – это удивительная штука, и все может произойти в считанные месяцы. Да, и все мы прекрасно знаем, что добрым словом и револьвера можно добиться гораздо больше, чем просто добрым словом. И это демонстрирует и РДК, и Регион Свобода. И думаю тоже, что в геометрической прогрессии в скором времени продемонстрируют многие. Владимир, спасибо вам огромное за этот разговор. Благодарю вас за вашу работу, деятельность, позицию, за то, что время находите нам всегда. Очень приятно и полезно, главное, вас послушать. До новых встреч. Берегите себя. Спасибо большое. Мирного неба над головой всем. Спасибо. Это нам всегда пригодится. Всем нам. Благодарю. До новых встреч. Владимир Осечкин, правозащитник, а также основатель проекта «ГУЛАГУ.НЕТ». Был вместе со мной Ирина Узлова. Друзья, спасибо, что вы слушали. Спасибо, что вы смотрите. Пишите свои комментарии касательно тех тем, которые мы обсудили. Я уверена, вам есть, что сказать, добавить, поразмышлять. И подписывайтесь на YouTube 24-го. Это очень поможет нам в продвижении наших бесед. И также на сайт на YouTube «ГУЛАГУ.НЕТ». Находите, слушайте и думайте. Увидимся. Продолжение следует.